Всем привет! Диатюра дает прогноз на матч 32 тура АПЛ Лидс Ливерпуль. Встречаются 10-6 команды текущего сезона. Статистика команд. Лидс выиграл последние три матча со счетом 2-1. Лидс не проигрывает в последних четырех матчах. Ливерпуль в АПЛ выиграл три последние матча. Ливерпуль в АПЛ выиграл последние три выезда в сухую. В минувшем туре Лидс хлопнула Монсити 2-1. Лидс, как и Кристал Пелес в матче с Челси, показал стопроцентную реализацию своих моментов. Два удара поворотом, два гола. Хозяева стукнули поворотом 29 раз, но забили только однажды. Весь второй тайм гости играли в десятером, держали оборону и дождались своего звездного часа, когда хозяева проморгали на последних секундах рейд Далласа, который отметился дублем за Лидс. Ливерпуль с таким же счетом обыграл Астонвиллу. Когда гости открыли счет в матче, подумалось, что команда Клоппа снова пристроится на седьмой к ряду домашнее поражение. Но в тайме втором Салаху удалось сравнять счет, а массированная затяжная атака хозяева на последних минутах матча закончилась точным и победным ударом Александра Арнольда. В очном матче первого круга выиграл Ливерпуль 4-3. Команда Клоппа не смогла в среду отыграть 1-3 у Мадридского Реала, хотя возможности для того, чтобы забить нужные два гола у Мерсельсайцев были, но ударам не хватало точности. Да и ДХС играл без ошибок. Теперь у Ливерпуля стоит только одна задача – попасть в зону Лиги Чемпионов. Задача вполне реальная. До Вестхэмора расстояние всего в три очка. Поэтому Ливерпулю надо брать по максимуму в оставшихся семи турах. Лидс в этом сезоне лучше играет в выездные матчи, чем домашние. Да и серия из трех победных матчей на 2-1 является самой длинной для команды Биелсы в этом сезоне. Ливерпуль на выезде в последнее время играет куда лучше, чем в домашних матчах. Последние три выезда в АПЛ команда Клоппа выиграла в сухую. Буки фаворитом ставят здесь гостей и считают, что матч должен получиться забивным. Но на обе забьют, да, дают очень низкий коэффициент в 1.57. Но Ливерпуль запросто здесь сможет снова выиграть в сухую. Интересно, что команда Клоппа в этом сезоне тоже ни разу не играла более трех победных матчей к ряду. В предыдущей игре Ливерпуль выиграл 2-1 у Астон Виллы, прервав аномально длинную нулевую серию с шести матчей. Лиц после нового года 5 из 7 домашних матчей также отыграл на ноль. Поэтому здесь запросто может пролететь нулевой матч. Коэффициент 2.40 очень даже приличный. Можно рискнуть. Из связки ставок тотал меньше 3.5, обе забьют нет, победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет, 2.40. На победу гостей 1.70, на тотал меньше 3.5, 1.65. В качестве реальной ставки на удачу за хороший коэффициент можно взять обе забьют нет за 2.40. В качестве надежной ставки можно предложить тотал меньше 3.5 за неплохие 1.65. Победа Ливерпуля также смотрится достаточно давно назревшей. Ливерпулю в какой-то мере не везло в игре с Реалом. Лиц уже наоборот сильно везло в последних матчах, когда команда показывала 100% на КПД, забивая по два гола с двух попаданий в створ ворот. Поэтому здесь логично ждать что-то около 0.2 в пользу гостей. То есть самыми надежными вариантами ставок смотрится, конечно же, тотал меньше 3.5. Да и вариант с победой Ливерпуля смотрится тоже достаточно уверенно. Можно даже пытаться играть победу Ливерпуля с отрицательной форой за очень хороший коэффициент. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.